добрый вечер друзья 8 августа 80 лет юлию гусману знаменитшему деятелю свое время влад листьев отдал ему ток-шоу тему он был телеведущим к венчик старший брат михаила гусмана сейчас он живет в америке насколько я знаю то взять у него интервью достаточно проблематично поэтому я оставлю фрагмент одной из наших предыдущих бесед даже может быть несколько фрагментов в свое время в своем последнем телевизионном интервью мережка рассказывал мне что когда он привез гусмана из баку смирнов режиссер знаменитый и тесть да правильно тесть анатолий чубайс то есть отец дуни смирнова сказал на фига нам москве еще один еврей на что мережка им указал на его смирновой в рейс в рейские корни и тот же мережка рассказал мне что он с никита сергеевича михалковым поссорился именно из-за гусмана там что-то это связано было с никой вот песня совсем не о том я не думаю что гусман не будет приезжать сюда все-таки повторю младший брат михаил он первый заместитель гендиректора тасс главного агентства страны поэтому все такими здесь я так понимаю остались какие-то и родственники и друзей много он человек вот этой страты либеральные помним и с ним по поводу гайдара ссорились у меня снял что гайдар был бессередником а но по мне гайдар был просто мудаку одно кстати другому не мешает опять же песни сочтение о том 80 лет ну нельзя не поздравить и не напомнить а вот то что папа военный был это ощущалось он у него форма была вода у него такая форма вообще красиво была форма я обожал когда у меня как в любом советской фильме сажал на плечи и что вы глядя на мою тушу сейчас не скажешь сажал на плечи и шел на парад и у него была моя мечта и потом мишина мечта то что он не решал нам трогать только иногда показывал кортик кортик ходили в форму и в общем большей гордости и любви чем мы испытывали за себя и за моего брата к маме с папой это было не только ощущение семьи такой да вот папа мам а они до сегодняшнего дня хотя я уже уже дедушка да до сегодняшнего дня умнее лучше благородней людей я не встречал и это не просто вот иллюзии что солнце у нас было самое жаркое а море самое тёплое это правда хотя мне очень повезло до друзей и вообще никогда не общался с противными а это вот точно выражение по замечательное писательное несчастье недавно ушедшего и жизни нашего друга максуда имбрагимбекова который и вот туз был такой первый такой любимый он голос на давайте выпьем за наш стол за которым нет ни одной противной рожи что по нынешней временам большая роскошь это правда да да но я да сказать у меня из-за того что у меня очень на возник хороший характер и одновременно кажется что такой я такой веселый открытый все на самом деле я общаться по-настоящему могу только совсем небольшим количеством уважаемый нет нет общаться не в смысле поговорить посмеяться застолье имеется да не застолье а вот 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 друзья там или в общем я так и сейчас и сейчас еще хуже к сожалению